В данном ролике мы намерены рассказать вам историю правления 14-го султана Османской империи Ахмеда I. Но перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк данному ролику и написать какой-нибудь комментарий. Это сильно поможет в продвижении ролика, а это в свою очередь мотивирует нас продолжать свою работу. Ну что же, начнем наш рассказ. Ахмед I родился весной 1590 года в Манисе в семье будущего султана Мехмеда III и его наложницы Хандан Султан. Ахмед был проправнуком самого знаменитого и могущественного султана Сулеймана Великолепного. Его родословное – отец Султан Мехмед III, дед Мурад III, прадед Селим II, сын Сулеймана Великолепного и Хьюрем Султан. В январе 1595 года, после смерти деда Мурада III и когда отец Ахмеда взошел на престол, все дети и гарем нового султана переехали в Стамбул. После казни своего старшего брата Шехзаде Махмуда в июне 1603 года, Шехзаде Ахмед за полгода до смерти отца остался первым претендентом на трон. Мехмед III скончался в ночь с 21 на 22 декабря 1603 года. Шехзаде Ахмед восходит на престол. С первых дней своего правления Султан Ахмед I проявил решительность и самостоятельность. Во время церемонии джелюс, принесения присяги знатью, он не стал ждать, пока визири усадят его на трон, а сел на него сам без малейших колебаний. И во время опоясывания мечом, аналог европейской коронации, он лично опоясал себя мечом своего предка султана Османа I Гайзи, что обычно делал высокопоставленный священнослужитель. Одним из первых решений молодого султана было отстранение от власти своей бабушки София Султан. И в итоге она была сослана в старый дворец, расположенный в Идирне, в январе 1604 года. Хотя Хандан Султан возглавила гарем и пыталась управлять своим венценосным сыном, Ахмед I как правитель мало подчинялся своей матери и даже вступил в конфликт с нею по поводу судьбы своего младшего брата, Шехзаде Мустафы. Вскоре молодая валиде Султан умирает в ноябре 1605 года, и это событие на время подкашивает силы султана Ахмеда. Он устроил матери пышные похороны и для упокоения души валиде Султан. Он раздал страждущим большое количество еды и подаяний, а затем на время уехал в Бурсу. В начале правления Ахмеда I Османская империя вела войну одновременно с австрийской монархией Габсбургов, 13-летняя война в Венгрии и Персией, турецко-персидская война 1603 по 1618 годов. Кроме того, продолжалось восстание Джелали в Анатолии, начавшееся еще в начале правления султана Мехмеда III. Повстанцы, возглавляемые крестьянином Календироглу Мехмедом Агой, контролировали значительную территорию на западе полуострова Малая Азия. Более того, Календироглу имел под своим началом 30 тысяч человек и не скрывал намерения ликвидировать власть династии османов в Анатолии. Хотя один из предводителей мятежников по имени Дилихасан в 1604 году получил прощение и, получив в управление боснийский санджак, был направлен в армию, действовавшую против австрийцев. После продолжавшихся несколько лет боев восстание было жестоко подавлено во многом благодаря тому, что на усмирение смуты был отправлен ставший в 1606 году великим визирем, жесткий и твердый государственный деятель Куйджу Мурат Паша. Первым делом великий визирь решил дать генеральное сражение мятежникам, и оно состоялось 5 августа 1608 года. Повстанцы потеряли в кровопролитном сражении почти две трети своих сил, и Календироглу пришлось бежать под защиту шаха Персии Аббаса. После разгрома войска бунтовщиков Анатолия оказалась во власти карателей. В итоге Куйджу Мурат Паша огнем и мечом восстанавливал власть султана, оставляя после себя массовые захоронения казненных повстанцев. Но понимая, что одними лишь карательными мерами положение изменить невозможно, правительство издало специальные указы, которые предписывали местным властям принять меры для возвращения крестьян на их прежнее место жительства, обеспечить условия для развития земледелия, ремесла и торговли. А в октябре 1609 года султан Ахмед издал даже указ о справедливости, одолет нами, в котором в числе причин, породивших бунты и мятежи, было названо бедственное положение населения Анатолия. Воспользовавшись отвлечением османских войск на подавление восстания в Анатолий, персидский шах Аббас I Великий изгнал турецкие гарнизоны из Азербайджана, Грузии и других территорий, уступленных по Стамбульскому договору 1590 года. Впоследствии Аббас I нанес ряд поражений турецким войскам, пытавшимся вернуть утраченные территории. В 1610 году великий визирь Куйджу Мурат-Паша, который был до этого занят подавлением восстания Джелали, выступил в поход против шаха Аббаса, но не смог вовлечь его в сражение, а в августе следующего года он скоропостижно скончался в Диар-Бакыре. Более того, среди государственных чиновников нашлись те, что были готовы заключить мир с Персией. Их возглавлял ставший в 1611 году великим визирем Гумилчинилина Сух-Паша. По договору 1612 года Османская империя была вынуждена признать завоевание Аббаса. И прежде чем был ратифицирован мирный договор, у турецкого султана попросили защиты два грузинских князя. Это спровоцировало шаха Аббаса на удар, который турки истолковали как нарушение перемирия. Кроме того, шах взял под стражу османского посланника при своем дворе. В 1614 году был казнен Насух-Паша, который к тому времени был женат на Айши-Султан, дочери Ахмеда I. А новым великим визирем стал Акус Мехмед-Паша. В 1616 году великий визирь во главе большой армии подошел к стенам крепости Иревань. Однако осада закончилась неудачей, и Мехмед-Паша был смещен с должности. В 1617 году новый великий визирь Марашлы Халиль-Паша сумел захватить Тибрис, но под Ордебилем попал в засаду персидских войск и потерпел сокрушительное поражение. В ходе войны с Австрией, когда Габсбурги были заняты борьбой с князем Трансильвании Иштваном Бочкой, Ахмед I лично командовал армией в кампании 1605 года, которая завершилась взятием крепости Эстергом 3 октября того же года. Однако восстание Джилали и национально-освободительное движение в Ливанте вынудили высокую порту согласиться на переговоры с Габсбургами. 11 ноября 1606 года с Австрией был подписан Житватракский мир, согласно которому османы отказывались от требования ежегодной дани с Австрии, воздерживались от нападения на владение Габсбургской монархией в Венгрии и признавали императорский титул Габсбургов. В 1608 году правителем Трансильвании в ходе восстания Гайдуков стал соратник Иштвана Бочкой Габриэль Баторий. В том же году он был признан султаном Ахмедом, получил из Стамбула символы власти и освобождение страны от выплаты дани на три года. Однако в 1613 году турецкая армия при поддержке Валашского господаря Раду Мехни и молдавского господаря Стефана Томши совершила карательный поход на Трансильванское княжество. И Ахмед I утвердил в качестве его нового правителя, дворянина Габора Бетлена, ставшего проводником османского влияния в Восточной Европе. Одним из великих визирей Османской империи в начале правления Ахмеда I был дервиш Мехмед Паша. Он был родом из Боснии и выполнял функции воспитателя молодого Ахмеда, а заодно и служил в качестве босс-танджи. Когда Ахмед I в 1603 году занял Османский престол, он назначил дервиша хранителем султанских покоев, а позже капудан-пашой. В тот период мать Ахмеда, валиде Хандан-Султан, пыталась влиять на своего сына и возбудить в его сердце недоверие к дервишу. Однако в 1605 году Хандан-Султан умирает, и влияние дервиша на молодого султана усиливается. Но вскоре разгорелся конфликт между великим визирем Османского государства Соколу Заделала Мехмедом Пашой и дервишем Пашой, в ходе которого последний убедил султана отправить против Джилали армию во главе с кузеном Мехмеда Паши. Сам же Соколу Заделала Мехмед Паша умирает из-за болезни. И 21 июня 1606 года дервиш Мехмед Паша становится великим визирем. Затем он отправляет в отставку шейху Леслама Сунулаха Эфенди, который пытался раскрыть султану истинную сущность нового великого визиря и остается в Стамбуле. Однако решение дервиша по тем или иным государственным вопросам вызвали массу недовольств и жалоб со стороны населения, и в конечном итоге ненависть Ахмеда I. Попытка взимания налогов стамбульского народа из-за балконов домов еще более усложнила его положение. Конец дервиша уготовила куча долгов, которую он попытался свалить на еврейского купца-подрядчика, который строил дворец по заказу великого визиря. В итоге дело завершилось тем, что султан Ахмед узнал о том, что дервиш Паша якобы пытается убить его. 11 декабря 1606 года на заседании Совета дивана дервиш Паша был казнен по приказу султана. Большое влияние на Ахмеда оказывала его любимая жена Кёссем Султан. В 1604 году в гареме Ахмеда I появилась новая наложница. Предположительно звали ее Анастасия, и была она гречанкой с острова Тинос. Турецкие захватчики продали ее на стамбульском невольничьем рынке. Согласно донесениям венецианских послов, в середине 1610-х годов находившийся под влиянием Кёссем Султан Ахмед I выслал мать своего старшего сына, Махферус Хадиджа Султан, в старый дворец, где она провела остаток жизни. Также, вероятно, под влиянием Кёссем, Ахмед сохранил жизнь слабоумному брату Мустафе. Кёссем не желала после смерти султана видеть на троне Шихзады Османа, сына Ахмеда I и Махферус, поскольку считала, что когда Осман взойдет на трон, он, скорее всего, казнит своих единокровных братьев, сыновей Ахмеда и Кёссем. Несмотря на это, Ахмед с самого начала своего правления опасался Мустафы, который был заточен в кафесе. Как писал дипломат Конторини в 1612 году, султан дважды отдавал приказ удушить брата, однако в обоих случаях менял свое решение. Первый раз это произошло из-за сильных резей в желудке султана, а во второй его сильно напугала гроза, в эпицентре которой оказался дворец Топкапы. По заказу Ахмеда I в 1609 по 1616 годах в Стамбуле была построена мечеть Ахмедие, известная также как Голубая мечеть, которая стала одним из шедевров мусульманской архитектуры. В 1606 году в Стамбуле произошли пожары, и сам султан получил увечья, когда лично участвовал в тушении этих пожаров. Ахмед I также заботился о благосостоянии простого народа, и из-за этого остался в памяти как один из самых положительных правителей Османского государства. Кроме того, он с детства изготавливал роговые кольца, которые надевались на большой палец, чтобы было удобнее натягивать тетиву лука. Смерть султана и ее последствия. В 1617 году султан, который ранее уже болел оспой, вновь заболел инфекционной болезнью. На этот раз тиф не пощадил правителя и стал причиной его смерти 22 ноября того же года. После похорон султана в политической жизни государства случился коллапс. Единственный брат покойного был психически болен, а дети еще малы для престола. Посовещавшись, диван принял решение передать престол Мустафе, что и было сделано. Но через два года его сместил старший сын Ахмеда, Осман II. После его гибели, которая произошла в результате заговора, Мустафа вновь вернулся к правлению. Спустя некоторое время Косем сместила слабоумного родственника покойного мужа и посадила на престол своего сына Мурада IV. Такой была история правления 14-го султана Османской империи, Ахмеда I. Впереди будет ролик с историей правления его брата Мустафы I, которого прозвали безумным султаном. Надеюсь, вы поставили лайк под данным роликом и подписались на наш канал. Всем огромное спасибо. Желаю всем удачи и здоровья от Аллаха в благих делах. Субтитры создавал DimaTorzok